Так, ну что, ребят, ролик по поводу репла. Получается, от Changer, быстро растущий стартап международных платежей, объединялся с MoneyGram и Stellar. Ну, опять же, для чего это партнерство? Для, получается, 180 странах, то есть это у нас для цифровых валют, в принципе, все очевидно. Также услуги наличных у нас в Канаде, Сенегале, Уганде, получается, Кении. Также стабильная монета Circle USDT через сеть Stellar. Ну и, конечно же, у них сотрудничество, поскольку 1,4 миллиарда человек во всем мире в настоящее время не имеет банковских счетов, а 60% в мире работают в экономике. Да, получается, основанные на наличных деньгах, несмотря на доступ к цифровым кошелькам. Ну и, в принципе, как мы видим, у нас продолжается расширение данной тематики. Потом банку в Америке говорит, что решение суда Apple против всех не прояснило проблему неопределенности для криптовалют. И последствия постановлений трудно определить. Ну и, конечно же, заявили, что судья постановил, что программная продажа на биржах цифровых активов не представляет собой незагистрированную цену бумагу. Да, продажа инвестиционных контрактов, да, в первую очередь, потому что первоначальное предложение и продажа институциональным инвесторам уже произошло, что создало рынок. Ну и, между тем, высоко оценил работу у нас банковую Америку компания Apple. И банковую Америку подчеркнул способность Apple облегчать трансграничные расчеты. Ну и они сотрудничают, я об этом уже также говорил. Вот, XRP стал самым торгуемым альткоином 23-го года, конечно же. И является самым торгуемым, официально является таковым, да. Вот, ну и также превзошел у нас там и Доги, и BNB, и Polygon, и Solano. Но, опять же, такие объемы можно и накрутить, если что. Поэтому не говорят, что у нас приближается у нас к отметке совокупный объем 175 миллиардов долларов. Далее потом у нас говорят по поводу того, что Apple не будет уклоняться от апелляции SEC, поскольку апелляционный суд подтвердит решение. Ну, типа того, что Apple у нас победит. И мы будем, мы думаем, что судья получил это право, и мы думаем, что это было верным применением закона. Я думаю, что апелляционный суд не только подтвердит это, но, возможно, даже усилит еще в большей степени. Ну, типа того, что все, мы победили, и о проигрыше не может быть и речи, да. Новый партнер Apple Odell использует XRP для других целей, не только для денежных переводов. Ну и, получается, говорят, что могут использовать для каких-то еще там целей небольшое погружение с намеками. Ну и, получается, для технологических решений возможности фермеров, используя агрохимический бизнес и передовое приложение FarmSanta. Вот. И также подчеркнул, что функциональность особенно цена для фермеров, таких как и вуарийский какой-то фермер, упомянутый в предыдущем интервью, который изо всех сил пытался получить информацию о ценах в порту Абиджана. Вот. И один известный партнер, получается, сельскохозяйственная компания, с 2020 года добивалась значительных успехов в Африке и к югу от Сахары. Далее у нас, получается, еще говорят, что технический директор СЕК не может подать немедленную апелляцию против Apple, и типа это тоже положительный сигнал. Ну и говорят, что, естественно, он, помните, говорил, что у нас два года до этого, и он сказал четыре варианта. То есть, во-первых, может запросить промежуточную апелляцию, во-вторых, главный юридический эксперт упомянул, что регулирующее агентство может продолжить судебное разбирательство по иску о пособничестве и подстрекательстве против руководителей Брэда Гарлинхауса, и, в-третьих, отметил, что может отказаться от своего иска против Гарлинхауса и Криса Лаксона, и немедленно подать апелляцию, оспаивая решение судьи Торреса. Ну и, наконец, заявил, что СЕК может договориться с Apple, что, по мнению эксперта, маловероятно. Ну, могут они просто штраф заплатить, да и все, как и изначально планировалось. Может ли XRP подняться до 20 тысяч долларов, ну, конечно, 20, не 100 долларов, ну, 20 тысяч, вот, как биткоин. Делает выводы с интересными у нас подходами, да, делает выводы с интересными выводами, да, такая-то автология интересная. И, если вы не читали мою тюрьму из будущего, да, думаю, вам следует подумать. Ну и, получается, спрос и предложение, то есть ограниченное предложение 100 миллиардов, ну и, конечно же, за счет этого может у нас подлететь XRP. Также ODUL у нас, потом учреждения такие, как Банков Америка, Волсфарго используют. Вот, ну и, соответственно, Пути утверждает, что, конечно же, вероятнее всего, сейчас телега будет про 17-й год, там, то, что у нас было. Ну и по текущей цене говорит, что взлететь надо практически на 3 миллиона процентов. Вот, ну и, получается, говорят, что у нас, по словам частных случаев массового усыновления станет катализатором цели в 20 тысяч долларов, и типа поставщики ликвидности какие-то, институциональные инвесторы появятся. Потом у нас, если посмотрите, что катализируете исследовательских партнеров, что Apple для решения присутствия XRP в Южной Корее, ну, то есть, в Корее там постоянно фигурируют, то там объемы растут на бирже, то, соответственно, партнерства какие-то, ну, то есть, все одно и то же. Конгрессмен также утверждает, что SEC выиграл судебный процесс, ну, и говорит, что я хочу ответить на утверждение о том, что SEC осуществляет регулирование посредством принудительного исполнения, как будто нет никаких руководящих принципов, которые эти криптофермы должны были соблюдать. Вот. И, получается, говорит у нас Джон Титтон, что мистер Генслер возбудил 130 одно дело, выиграл 130 с половиной, если учесть дело Apple на прошлой неделе, все регулируют криптоиндустрию в соответствии с законом. Вот. Ну, и Джон Титтон, естественно, стал недоволен. Ну, и, получается, в конце концов, разве факты и правда не должны иметь значения во время этих слушаний. Вот. И вы, что к вашему сведению, я хотел бы иметь возможность свидетельствовать от имени отдельных розничных владельцев, представляет 75 тысяч XRP пользователей, да, и более 4 тысяч клиентов Coinbase, ведь не должно быть каких-то там фактов и так далее. Вот. Ну, и, соответственно, у нас эксперт говорит, что шибарина войдет в пятерку лучших, в то время как XRP превзойдет USDT, да. Но самое интересное, в следующем бычьем заезде, ну, как бы USDT превзойдет, это вообще, конечно, лютейший подъем, поэтому, я думаю, многие и так уже это поняли. Ну, то есть, обойдет по капитализации USDT, то есть будет там она в два раза больше, ну, в два раза больше это будет 1,4 доллара, всего лишь, всего лишь, я напоминаю. То есть, почему? Потому что капитализация, это цена умноженная на количество монет в обороте, вот. Ну, и потом также избыточные резервы раскрыты биржей OKX, ну, и, соответственно, у нас говорят, что резервирование, конечно же, 100% монет у них и 11,3 миллиарда долларов у них суммарно, ну, а токены в XRP получаются на 107,5 миллионов, вот. Ну, а по поводу USDT у них получаются 117 миллионов, USDT 36,15, а ETH 60 тысяч. Вот, и последняя новость, то, что Ripple против SEC, юридический эксперт предсказывает эпическое противостояние, ну, и четыре варианта, в принципе, я уже все это показывал, но итог ожидает SEC подать запрос на промежуточную апелляцию в течение следующих двух недель, и в интересах Ripple и комьюнити начать процесс апелляции сейчас, а не через год, и нравятся шансы Ripple на апелляцию, вот. Поэтому по биткоину продолжается локальное движение наверх, и, не знаю, пробьем 31,5, либо нет, это время покажет, пока что по Stellar и, соответственно, по XRP у нас загон хомячком на хрях продолжается, то есть я не ожидаю движения там ни на доллар, ни на 2, ни на 3, то есть пока что без какой-то консолидации это очень сомнительно, то есть максимум, что могут показать этот доллар, но то, что мы там сходим на перехаре 3-4 долларов, если не признают как CBDC его, то и то, как бы, не факт, что это будет, поэтому надо ждать еще 2024-2026 год. Поэтому наблюдаем, на хрях не заходим, всем удачи и всем пока. Продолжение следует...